Профилактика коррупционных правонарушений в сфере образования и районах области. Эта тема стала главной на очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией. По завершению встречи Акимобласти Ерик Султанов обозначил перед руководителями соответствующих органов задачи, над которыми необходимо работать. Подробности в нашем материале. О том, какая работа по профилактике и предупреждению коррупции проводится в сфере образования региона, доложила руководитель управления образования Шулпан Каринова. В текущем году нарушений выявили на сумму 5,8 миллиона тенге. Четверо специалистов привлечены к дисциплинарной ответственности. Совершены 6 коррупционных правонарушений руководителями организации образования района. За сброс средств работников школы. За поставление табли учета рабочего времени отметок о нахождении на рабочем месте работника, фактически отсутствовавшего на рабочем месте. За нарушение процедуры проведения государственных заводов. Имеются проблемы в сфере образовательного процесса. Недостаточно студентов сегодня обучаются в однопрофильных учебных заведениях района имени Габита Мусрепова. Перестал функционировать Айртаусский гуманитарно-технический колледж. На стадии закрытия сегодня Чистопольский сельскохозяйственный. По тем же причинам в планах объединить строительные и Петропавловские строительные экономические колледжи. Данный вопрос необходимо рассмотреть детально, подчеркнул Акимобласть и Ерик Султанов. Ответственность за выполнение поручения возложил на своего заместителя Фархада Куанганова. Представителям профильного ведомства глава региона рекомендовал усилить работу по профилактике коррупционных правонарушений. Предупредил, виновные должны быть наказаны. Касается это и фактов поборов. В последнее время количество подобных случаев в учебных заведениях Северного Казахстана увеличилось. Образование это очаг, где мы воспитываем наше подрастающее поколение. Нельзя же этого допускать. Погоры это же открытая коррупция. Время изменилось сейчас. У нас финансирование намного выше, чем когда-либо было. Любые вопросы, связанные с образованием, со школами, с колледжами, финансируются практически полным объемом. Давайте, к этому вопросу надо вернуться. Будет августовская конференция, видимо, к этому моменту надо все просмотреть еще раз. После чего члены межведомственной комиссии задали докладчику интересующие вопросы и перешли к обсуждению следующей темы повестки дня. Как обстоят дела с борьбой с коррупцией в районах, участников встречи проинформировали и хакимы. В 2014 году за нарушение нового кодекса чести, дисциплина, ответственности, госслужащие не привлекались. За нарушение закона Сполиткостана об административе в текущем году привлечен к дипломовому служебному соответствию один государственный служащий, кавыков, главный специалист за спецкого округа. Привлечено у нас 27 человек, на которых 29 административных изысканий. То есть замечание 17 человек, выгоровок 6, строгий выгоровок 4 и предупреждение о неполном служебном соответствии 2 человека. В завершение Акимобласти Ерик Султанов дал ряд поручений руководителям соответствующих госорганов. Поручаю Государственному правовому отделу с учетом высказанных мнений членов комиссии формулировать конкретные рекомендации для принятия мер по совершенству работы, направленной на допущение проявлений коррупции. Необходимо оформить соответствующий протокол. Я думаю, что в ближайшее время мы войдем уже в курс дела основательной и проведем следующее заседание. Ирина Панфилова, Виталий Потеряев, Новости МТРК.